здравствуйте приветствую вас на канале 3 кубом и сегодня я хочу показать вам вот этот очень красивый элемент который я называю вертушка или воронка потому что своим строением он как раз напоминает и то и другое посмотрите вот это центр каждого элемента вот это отверстие а вокруг него располагаются вот такие или как лучики вертушки или как будто бы волны закручиваются уходя куда-то на глубину этот элемент можно располагать на вязальном поле так как вам захочется нет никаких не схем не пожелание это просто один из элементов которые вы можете использовать в самых разных случаях я сегодня покажу вам 5 разных образцов на этом полотне я их расположила немножко со скосом вы видите что они лежат по диагонали сделала я это так вот если посмотреть на эту первую вертушку то она лежит у нас у самого края полотна а уже вот это следующая 2 сдвинулась на одну петлю сейчас когда мы с вами будем провязывать третью над ними мы с вами сделаем скос на 2 петли итак давайте приступим для образца нам нужно набрать такое количество петель чтобы для каждой вертушки было три петли плюс три петли которые у нас нужны для того чтобы получался вот этот скос наберите любое количество петель которое делится на 3 обычно первую петлю я не провязываю а снимаю вот так дальше как я уже говорила провяжу 2 изнаночные петли потому что сейчас мне нужно сделать скос именно на это количество петель и вот эти первые три петли я буду провязывать изнаночными но с двумя накидами первая петля накид вторая петля накид и третья петля и вот мы с вами заложили нашу первую вертушку вторая вертушка первая петля накид вторая петля накид третья петля третья вертушка изнаночная накид изнаночная накид изнаночная еще одна вертушка изнаночная накид изнаночная накид изнаночная следующая изнаночная накид изнаночная накид изнаночная и еще изнаночная накид изнаночная накид изнаночная здесь у нас осталась одна петля которая относится вот к этой тройке петель, нужных для рисунка. Здесь мы с вами оставили две петли, здесь у нас одна. Краевая. Разворачиваем и приступаем к завершению нашей вертушки. Краевая снимается без провязывания. Затем провязываем вот эту вот одну петлю, которая нам нужна для симметрии. И вот здесь очень хорошо видны лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Вот это и есть наша вертушка. Первая петля лицевая снимается с левой спицы на правую без провязывания. Вот отсюда. Не так, а с этой стороны. Вот так. Снимаем. Следующий за ней накид сбрасываем. Вторая петля также снимается и накид за ней сбрасывается. Мы с вами получили две вытянутые петли. Возвращаем их на левую спицу. И теперь заводим еще раз правую спицу уже под три петли нашей вертушки. И вот таким движением я делаю один рывок вперед или назад, для того, чтобы третья петля у нас тоже стала той же высоты, как и две предыдущие. Затем провязываем лицевую петли. Затем провязываем лицевую петлю за заднюю стенку. Вот так. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее в получившееся отверстие, но немножечко вот так тоже потянув, чтобы она была примерно такой же высоты, как нижние части нашего элемента. Затем делаем обычный прямой накид, тоже так же немножко потянув его. И снова вывязываем лицевую петлю за заднюю стенку, тоже вот так немножко потянув нашу нить. И вот теперь можно сбрасывать вертушку со спицы. Посмотрите, как она выглядит еще до того, как мы с вами ее не зафиксировали. Пока это еще только два ряда мы провязываем. Следующая вертушка. Снимаем петлю, сбрасываем накид. Снимаем петлю, сбрасываем накид. Возвращаем их на левую спицу. Затем подравниваем все три петли нашей будущей вертушки. И начинаем провязывать один раз лицевая, один накид и второй раз лицевая петля, потянув их немножко, чтобы низ и верх были примерно одной высоты. Вертушка готова, можно сбрасывать со спицы. Вот уже у нас получилось два таких элемента. Следующий элемент. Снимаем со спицы, сбрасываем накид. Снимаем со спицы, сбрасываем накид. Возвращаем на левую спицу. Подравниваем все эти три петли. И затем начинаем их провязывать. Лицевая, накид, лицевая за заднюю стенку. Три вертушки готовы. Следующая вертушка. Снимаем, сбрасываем петлю. Снимаем, накид, сбрасываем. Возвращаем их на левую спицу. Подравниваем немножко все три петли. И провязываем. Лицевая, накид, лицевая. Готово. Итак, продолжаем со всеми вертушками, которые у нас с вами находятся в работе. Подровняли ниточки, провязали. Две лицевые с накидом. Две петли, которые мы с вами оставили для того, чтобы получился скос. Вот так выглядит наш ряд, когда мы с вами сделали уже низ элемента и верх. Теперь нам нужно провязать следующий ряд все петли изнаночные, чтобы эта вертушка приняла вот такой вид. Когда мы добираемся до вертушки, вот она, вот так она выглядит с изнаночной стороны, немножечко подтяните эти петли. Вот так чуть-чуть эти вытянутые петли мы еще раз подтягиваем. Вот видите, вот так она лежит. Вот эта вот часть нити, она остается здесь. Я ее немножко подтягиваю, чтобы эта нить не осталась внутри полотна, а легла красивыми лучиками на вертушке сверху. Так, и еще одна. И осталась одна у нас для симметрии и краевая. Давайте посмотрим, что получается. Вот мы с вами вывязали еще один ряд наших вертушек. Теперь я вам покажу другие варианты с этим элементом. Вот это второй образец. Посмотрите, как я расположила наши элементы здесь. Вот они, вертушки, которые тоже идут по диагонали. Но в этот раз не из-за того, что я смещала их на одну или две, три петли, а потому, что они расположены в шахматном порядке. Вот у нас идут три петли, вертушка, три петли, вертушка. И полотно полностью преобразилось. Выглядит оно уже совершенно по-другому. Хотя сам элемент вывязывается также в трех рядах. Сначала в изнаночном ряду мы с вами закладываем вот эти нижние лучики. Затем в лицевом провязываем вытянутые петли, которые дают нам ее верхушку. И затем на изнаночном ряду идет фиксация вот таким образом ее в полотне. Следующий образец, который я хотела вам сегодня показать. Он отличается от предыдущего не очень сильно. Здесь я также расположила вертушки в шахматном порядке. Но вот вы видите, что между каждым элементом также есть три петли. Изменила лишь то, что у меня сначала идет просто ряд с вертушками. Затем я их вот так делаю таким цветочком. И затем снова ряд. И расстояние между этой и этой вертушкой два рядочка, тогда как здесь их четыре. То есть вот небольшое изменение, а уже мы видим, как изменилось наше вязание. Вот этот образец отличается от всех предыдущих тем, что здесь мы располагаем наши вертушки рядами и строго одна над другой. Вот мы провязали элемент вертушки, затем сделали два рядочка и снова. Вот они идут такими рядами под прямым углом. И смотрится такое полотно совсем по-другому. И обращаю ваше внимание на то, что здесь уже появляются ажурные отверстия. Вот при таком расположении вертушек они есть. А как было на зеленом полотне, они есть. Но из-за того, что здесь больше лицевых петель, чем самих элементов, они практически не бросаются в глаза. То есть вот такое вы тоже можете учитывать, когда будете выбирать именно вашу схему. Ну и последний, заключительный образец. Он напоминает четвертый. Вот он. Разница в том, что здесь я расположила также элементы рядами и вот такими столбиками, но между ними пропустила одну разделительную вот такую лицевую петлю. И этот образец выглядит по-другому, если мы сравниваем вот эти два. Вот я их кладу вместе. Посмотрите, как они отличаются. Как вы убедились, нет никаких границ. Мы делаем то, что нам хочется и то, как нам нравится. На этом я заканчиваю свое видео. Снова жду вас в комментариях с вашими работами. Всего вам доброго. До встречи на канале Трико Бум. До свидания.